Анализируя процесс колебания маятника, можно сделать вывод, что это движение происходит под действием переменной силы. Это означает, что в процессе движения меняется не только скорость груза, но и его ускорение. При движении маятника его скорость в крайних положениях А и В равна нулю, а при прохождении через положение равновесия она максимальна. Равнодействующее сил тяжести и упругости максимально в положениях А и В и равна нулю в положении равновесия. Следовательно, в соответствии со вторым законом Ньютона, ускорение маятника максимально в положениях А и В и равно нулю в положении равновесия. Следует иметь также в виду, что проекция скорости маятника на ось Х имеет разный знак в зависимости от направления движения. При движении от точки А к точке О проекция ускорения и силы отрицательна, а при движении от точки В к точке О проекция положительна. Пользуясь вторым законом Ньютона, запишем уравнение колебаний математического маятника. Для этого выразим силу, действующую в колебательной системе. При малых смещениях треугольники АОЦ и АДЕ подобны, как треугольники с взаимно перпендикулярными сторонами. Поскольку проекция ускорения и проекция смещения направлены в противоположные стороны, получаем, что сила, действующая в колебательной системе, прямо пропорциональна смещению и направлена в противоположную сторону. И, соответственно, ускорение колебаний математического маятника прямо пропорционально его смещению.